МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...и люди то, что хотели, они сказали вчера на своих избирательных участках. Но это хорошая новость. Теперь плохие новости. Вы знаете, я обошел более чем 7 тысяч избирателей. И то, что я слушаю, я уверен, наверное, вы, наверное, не знаете на 50%. Поэтому мы будем, наверное, ходить с вами вместе. Из района в район. Из предприятия в предприятие. Чтобы вы, как руководители, которые находятся в примарии, знали, что происходит в городе. Потому что люди меня выбрали, и я людям обещал. Вы люди назначенные. Наверное, вы не знаете того, что происходит в городе. И чтобы вы это знали, вы будете ходить и слушать. И потом выполнять. Потому что вы все должны работать на благо бельчан. У вас что-то есть, Геннадий Ильич? Ну, идем, полно. Идемте, Люда. Что у нас было, когда я уходил? Что я говорил? Выполнить и чтобы выполнили. Меня интересует фонтан. Там кто-то расслабился, наверное, от фонтана. Я что, зря подписывал документы? А, товарищ Кабович? Я зря подписывал документы, скажите мне. Или то, что вы взяли и похерили то, что я сказал, делать? Не ясно. Ваш вопрос. Мы все сделали. Так. Что касается. В чем загвоздка, скажите, Дима? Загвоздка. Сейчас не делаем финансирование. Проект сделан. Светлана сделан. Какая загвоздка финансирования? Нет финансирования. В чем проблема? Проблем нет. Ну, проблем нет. Сегодня у нас 21 мая. Проблем нет. А мы обещали людям до дня города сделать фонтан. Хорошо. Я извинился перед людьми, что там была юридическая проволочка. То, что мы не успели подписать документы. Но это пускай будет две недели. Пускай это будет месяц. Когда фонтан начнет функционировать? Нет, погодите. Я являюсь главным архитектом. Так. Я отвечаю за определенный сектор. Так. Этот сектор заключается в чем? Проектирование. Объявление сделан. Разработка света. Света уже есть. На какой стадии сейчас находится фонтан? Хорошо. На стадии проведения тендера. То есть... Объявили тендер. Поиск. Почему? Потому что еще идет верификация. От кого должны были подступить? Верификация. Говори. Верификация. Говори, Евгений. От кого? Наверное, и на тот, чем есть. Грати где? Тот. От кого должны поступить? От нас. И с чем проблема? Проект еще не прошел верификацию. Когда пройдет? Потому что он находится на стадии согласования проекта. Мы получили тек условия новый, отред НОРД, не новый. Тех условий отред НОРД не было. Нам дали тек условий. Там наружные сети подключения к трансформатору, которые находятся в ЗАО НЕРМА. Специалист проекта подготовил. В пятницу он был в РИК-НОРД и согласовал уже. Осталось согласовать с МОУТЕЛЕКОМ и Кишиневым на верификацию. Была загвоздка и в тех условиях. Загвоздка еще была в том, что у нас было подключение. Там у нас зарегистрировано через наше предприятие электрический счетчик, точка электрохозяйственная. Но ввиду того, что на протяжении многих лет он не работал. И эта точка оказалась на территории стройки, как правильно выразиться, универмага. То есть РИК-НОРД не признал ту точку подключения и то электропотребление. И дал новые технические условия по проведению установки нового электричества. И за счет этого они не давали согласование в течение месяца и получили согласование уже с новой точкой подключения. В течение месяца не давали согласование? Больше, да, тех условий не давали. Они не давали тех условий, пока не приложат сертификат на собственность фонтанта. Они не приложат сертификат на собственность, потому что документы были в стадии оформления. Поэтому вот это вот все научно. Нет, ну подождите. Документы, я уходил туда в предвыборную кампанию, я поехал в Кишинёк, подписал то, что фонтан дарят. Я же вам не говорю, сколько это и чего стоило, понимаете? То, что от меня требовалось и от Рината Усатова, мы сделали, правильно? Документы дальше пошли в МБТИ. С МБТИ получили документы? В тот же день. О чём тогда мы говорили? Предоставили уже этот документ, когда выдала МБТИ в электросеть, они рассмотрели и дали новую точку подключения. Теперь это находится на здании согласования. Сколько это по времени? На этой неделе можно везти уже к проекту Кишинёк. Вы его ещё не отвезли? Нет. Вы должны были его ещё вчера отвезти. Мы в пятницу только были вредно, согласовывали. Евгений, вы понимаете, мне не нравится вот та ситуация, в которой мы с вас оказались все вместе. Кто-то что-то тянет. Или кто-то специально это тянет. Возьмите, пожалуйста, под контроль и до конца недели доложите мне сроки. Потому что все вокруг готовы, а мы стоим на месте. А люди хотят видеть фонтан. Скажите мне ещё, Тудор Владимирёвску 8, вы были на месте? Да, были. Что там? Это длинная история там. Строят в подвале. Один собственник приводизировал подвал. И в подвале у меня корейские помещения. Он имеет помещение на триста. Кто давал разрешение на строительство? Примирио давал. Кто конкретно подписывал документы? Прежний состав до вас. А вы знаете, что там они подкопались ниже фундамента? А вы знаете, что там пять этажей сверху живут люди? И вы знаете, что люди сегодня боятся жить в этих квартирах? Ясно. Но за это есть ответственность. Есть технические доцовы на строительство. Есть и программы. Какие были ваши действия? Ваши действия были такие. Мы объявили об этом господинстве. Так. Когда она была. Она и по-моему ваша рабовала. Пола раз. Второй раз она не может рабовать. То есть, и сейчас, на сегодняшний день, нет разрешения на... Вячеслав Михайлович, вы скажите, мы ждем, чтобы рухнул дом? Чтобы пострадали люди? Мы чего ждем? Взвали. Мы сделали все, что у нас возможно. То есть, ополестивый светильник будет. Мы не можем, чтобы его сделали. Политетство, при этом не будет так, чтобы что-то не работало дальше. Нет, ну они работают по ночам. У людей есть видеосъемки. Как оттуда вывозят грунт. Как долбят фундамент. Там пятиэтажка старая. Она 60-70-х годов. Она забалится. Ну, это функция уже полиции. Ну, мы должны обращаться были в полицию. В полицию можно обращаться. Вы жители, которые видят, что там строится. Жители, вы понимаете, жители обращаются в премарию, ища здесь защиты. Они не находят. Они сказали, что они три года или четыре обращаются, и никто их не слышит. Кто вообще тот подвал продал? Как его продали, а? Это длинная история. Ну, опять длинная история. Я не могу ответить, как продался, а продавал. Вячеслав Петрович, я вас приглашаю в 4 часа на дистанционную комиссию. Давайте мы закончим. Что у нас дальше было, когда я уходил? На какой стадии социальная столовая и баня? На стадии согласования. Сколько будем согласовывать еще? Газ, 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 10 дней. Подождите. Сегодня 21 мая. Меня не было на работе, грубо говоря, один месяц. Правильно? Я уходил. Я уходил, и вы сказали, что вы находите стадии согласования. Нет, тогда было в начале разработки. Что-что? В какой начале разработки? Я уходил, и вы мне сказали, что находитесь стадии согласования. Что касается баня и социальной столовой. Сколько времени вы еще будете согласовывать? Неделю. Неделю? Да. Хорошо. Запиши, Люда, неделю. Еще что? Мемориальные доски мы завтра сделали. Одну сделали, завтра вторую открываем. Поним. Собственно, сделаем. Это сделали. Спасибо за это. Дальше. Дороги. Лариса Ивановна. Меня интересуют те две лужи на Штефа Мшумарина. Значит, две лужи на Штефа Мшумаре. Прошлый понедельник был авторский надзор. Сняли съемку. Уровень покрытия асфальта. Вот должны сегодня... А, сегодня понедельник. На завтра будет проектное решение, как устранить эту проблему. Проектировщик, авторский надзор, должен дать проектное решение. Дело в том, что там между ливнеприемниками расстояние 111 метров. Ну, я понимаю, я не инженер в дорогах, я понимаю, что надо делать наклон. Будут в какую сторону уводить, наверное, в противоположную от остановки, ну, соответственно, общественного транспорта, да? Потому что то, что творилось перед этих ливневых дождями, что были... Воскресенье, да. Это неприемлемо. Ну, подавка. По поводу съезда. Значит, работы нам остановила полиция, выдала предписание, остановила работу. Пока не прекратится движение в соответствии с испоряжением примаров, за исключением троллейбуса, к работам мы приступить не можем, к возобновлению работ мы не можем приступить. Согласно 31 пункта правил дорожного движения, нужно принимать меры. Так. Подрядная организация приняла меры, загородила съезды и выезды с дороги, но вы все сами видели, есть фотографии. Значит, бордюры раздвинуты, за троллейбусами ездят все, кто может. Значит, и регулирование на этом участке, правила дорожного движения изменились в 2017 году, в конкретном этом пункте. Это не обязанность полиции, это обязанность администратора дорог. То есть, полиция предлагает. Какой выход? Значит, как стояли когда-то, ну, в первой части троллейбусники пропускали только троллейбусы, ставили бешки. Вот таким образом они должны стоять в светоотражающих жилетах, либо закрываем всю дорогу. И для троллейбусов тоже. У нас другого места. Сколько нам надо времени закончить данный объект? Ну, вот этот участок закончить, значит, я не знаю, в течение двух недель это максимум с установкой знаков. Разметку мы не можем, значит, нанести. Почему? Потому что по технологии она не будет держаться на свежем асфальте. Нужно либо, чтобы проехали 20 тысяч машин, либо месяц, чтобы она постояла. Геннадий Леонидович в курсе. Заездиться. Должно, что весь этот гудрон бит он вышел наружу. Иначе разметка будет... Значит, давайте так. Троллейбусы мы не будем, мы не будем закрывать данный участок дороги. Троллейбусы как ездят, так они должны ездить. Но пускай, согласуйте, пускай выставляют своих дежурных в жилетках и пускай встает, не пропускает транспорт. Потому что это неправильно. Мы, во-первых, их нет на работе, этой компании. Они не могут вернуться. Запрещено. В прошлую среду, даже во вторник, составили предписание. Нам, мне лично и директору компании выданы предписание о том, что работа остановлена до принятия мер. Ну так что, надо было ждать, чтобы я вернулся, чтобы принять меры? Нет, ну, не писала бы, но для ничего. Ну, были, да, да. Ну, все, не писали, не лето, что. В смысле, не имеете права встретиться, вы сами говорите, что. Не имеете права, это первый пункт правил дорожного движения. Владаткевич получил. Владаткевич получил уже. Да, за то, что он регулировал поездочек. Да какой выход из положения? Регулировать не надо, надо лёжку забирать. Что значит, никакого? Что значит, Жан�ич? Может, был свет без жилета? Я не знаю, как в этой ситуации поступить, но однозначно нужно поднять, производить, встречаться с полицией и определяться, где какой знак поставить и как ограничить, и как следить за этими знаками. Встречаем. Не Батарецкий, я сказал, что поскольку отсутствуют все знаки, в том количестве, которые он оказал, поэтому он и запрещает. Лариса Ивановна уже пришла на пляж. Не, не другая. Дело в том, что я ответила на эту прескрипцию. Все фотографии есть, все знаки заново установлены. Я не знаю, почему-то знаки исчезают у нас в центральной части. Все знаки заново установлены. Съезды были загорожены, въезды со двора, но они все раздвинуты. Опять же, вот фотографии есть. Вот так вот было сказано. Значит, с завтрашнего дня согласуйте, пожалуйста, кто там, Бударецкий это решает. Сделайте все, что согласно закону. Как должно быть, так сделайте. И чтобы подрядчик вернулся. Когда он вернется? Завтра уже нет, послезавтра. Со среды, с 23-го часа. Вы тогда с Авраменко согласуете этот вопрос и с Бударецким. Хорошо? Что дальше? А, подождите, Лариса Ивановна, я вот когда уходил, я подписал на выделение финансовых средств, продолжить до моста. Ну, вот готовится распоряжение. Я готовится распоряжение. Распоряжение подготовлено. Значит, под цифром получается так. Вся общая смертная стоимость вмещается в объем того финансирования, которое выделили. Правильно. Но не вмещается 691 тысяча по дополнительным работам, которые работали на только 5. Вот эти 691 тысяча. Поэтому я ждал сегодняшнего дня, но я надеюсь, что это будет в среду, чтобы мы определили, что или мы решаем еще 690, это все в пятницу после обеда только получили цифры. Либо мы делаем сейчас. Что значит в пятницу после обеда? Мы с Брагарь говорили месяц назад за это. Цифры, точные цифры, которые нужны, получили в 5. Так что, месяц цифры ждали? Мы обсчитывали объемы дополнительных работ, которые только вы... Лариса Ивановна, подождите. Давайте мы не будем сейчас пудрить мозги. Я уходил. Вы мне сказали, что нам нужно до финансирования в районе 3 миллионов, так? Абсолютно верно. Мы сделали это. Сейчас вы говорите, счет за 600 тысяч? Нет, это по основному договору 3,5 миллиона. И доп. работы были они достаточно давно, были 600 тысяч лей. Но я так думаю, они могут подождать эти 600 тысяч лей доп. работы для финансирования. Это отдельный договор будет, между прочим. И я это понимаю. Такие. Но программу можно будет? Не обязательно. Можешь. Для завершения по объекту, согласно договору, в этом году нужно было 10 миллионов 803 тысячи 700 лей, образно говоря. Я в тысячах буду говорить. Так? Так. У нас было выделено 7 миллионов 358, я говорю про подрядные работы, я не говорю про остальные. 7 миллионов 358 тысяч. В процессе выполнения работ выявилась необходимость, так как там швы были, стыки, ямы. Значит, это привело к тому, что доп. работы порядка 700 тысяч, 699,7 там, по-моему, тысяч лей. Эта смета была обсчитана, она еще была обсчитана в конце года, в начале этого года, была известна. Но дело в том, что как таковых дополнительных работ законодательством не предусмотрено. Есть отдельная процедура, отдельный договор, закупка путем, без предварительного публикования. Да, да, без предварительного публикования. Я так думаю, подрядная организация, при наличии 10 миллионов, за эти 700 тысяч, она может, грубо говоря, и в следующем году, дождаться до следующего года. Я так и не... Значит, решен вопрос? Ну, я так думаю, 10 миллионов есть, они могут работать и дальше продолжать до монаста, чтобы потом не возвращаться. Я так думаю, что ваше мнение. Потому что в моем мнении это непонятно. Давайте я еще раз поясню, потому что немножко смазанная картина. Договор с молоком составляет 11 миллионов. Я не помню, она запятая сколько. В прошлом году было использовано всего 393 тысячи. Вся разница перешла на этот год. Но финансовое покрытие было обеспечено только на 7 миллионов. Не для 10 миллионов, а для 7 миллионов. И для того, чтобы выровнять финансовое покрытие этого контракта в этом году, для того, чтобы они сделали от 1 миллиона до 100, нужно было еще 3,5 миллиона предусмотреть. Вот оно было выделено дополнительное. Сейчас речь идет о том, чтобы в процессе зимы, этих погодных условий, значит, выявились те проблемы, которые выливаются в сумму 700 тысяч. Есть такое предложение. Давайте закончим этот договор. Посмотрим после августа месяца. Можно заключить этот договор переговоров без публикации. Это с основания закона можно провести. И оплату этих работ провести тогда, когда у вас появятся деньги. После августа, в сентябре, в октябре, когда будет сбор налога. Согласен, Павел. Решал вопрос? Теперь скажите мне улица Мира. Когда мы ее заканчиваем? Сейчас ДСУ работает на решение Покара-Чапана. Там остается буквально 7-8 дней. И потом Покара-Чапана имеет возможность пульсить на Мира. Понял. Сучаво. Значит, вопрос дальнейший по дороге по ремонту дорог. Значит, ямочный ремонт. Я знаю, какие переговоры прошли. Значит, по цифрам нужно просто застать внимание на отдельную плату. Мы отстаем от того графика, который намечалось по объему на 2 недели. Но план финансирования полностью соблюден. Это о чем мы говорим. Просто на тех объектах, которые выкручивали. Это ДСУ, это Болгарская, это Киевская. То, что начали. Я больше, чем те, которые мы промеряли еще когда-нибудь. Решеный был в земли период эксплуатации. Значит, ну по плану финансирования идем в соответствии. По объему это отставание. Значит, по еще из объектов. Заключен доктор и он встретился с гос. И 1 мая он приступает сразу после дня города. Он был готов начать работа на прошлой неделе. Но начиная с работы в четверг. И в начале дня города. Ну правильно. И не забудьте, я вам дам список адресов. Там есть болгарская с дробями, которую вы сказали после дня города. Мы там будем делать. Это 19, 23, 28. Да, это тоже ямочный ремонт. Тот, который на 10 дней мы, на 10 рабочих дней мы отстаем. Ну вы выезжаете в город. Вы знаете, что творится у нас на улице, да? Ну, да. Потому что я знаю каждую. Я вам дам, а вы мне дайте потом решение. Ну что, сразу? А мы не говорим все сразу. Мы не говорим все сразу. Надо было делать сразу. 30 лет назад. Тогда вы все сразу. Что, Люда, еще? Ну, просто, профессорской должности, наиболее подъемные кофейли-костюмы и вертельсы. Рассчитались? Кофейли-костюмы. А этот лицетом суд был, кстати. Попорядка. Значит, кофейли-костюмы. Ваша постановляющая часть протокола по 26 марта. Вы выдавали программу сетку, что мы подобрели. Мы говорили, склонного полного объема в семь, но с разным эффектом. Значит, что касается архитектуры. Значит, постановляющий субъект вышел на объект. Составим протокол правонарушения. И в этот документ, это был приняты судебные станции. Постановляющие были решения судебных станций. То есть, что мы не будем с помощью общения. Проделок торговли. Значит, также постановляющаяся субъектные правила вышла. Многократно зафиксировала факт. Мы не помним торговли на оборудовании. Сездаем протокол правонарушения. Но, соответственно, действующий субъектом, конечно, принадлежит данный протокол в бесплатную комиссию. Постаново на сегодня, без первой комиссии, не было заседаний по каким-то определенным причинам. Вроде нет у нас состава обмен комиссии. Потому что там накопилось огромное количество протоколов, которые введены в отступе, но в том числе не функционируется, какие они есть. В этой неделе, так информировали лица, которые были в составе... А кто это информирует вас? Конкретно. Чемократан, она ушла оттуда. Так. Я не знаю, что там не комиссия, я знаю только то, что она не замерзла в каком-то месяце. У меня нет по месяцах, я не верю, что не работал вообще. На комиссию, вы не делаете баланса, плюс место, два лет, три лет я работаю. Хажите, спасибо, что вы становитесь на премьер. У нас готовили официально письма. Стоит, чтобы не повторили повторить ситуацию, которую вы говорите, по той же ситуации не есть, потому что такая ситуация не запомнили вовремя во всей инженерной сети. Подготовили письма в экологическую инспекцию, в экологическую инспекцию, ответа не получили. Порядок ответил, сообщает, это не компетенция, выгодная большая скидинами на сетях и финансов. Человек на ответ зафиксировал в процессе, что он был в дружной системе, в этой ситуации. Говоря инженерам дал ответ, устно, но письма не пропустит, сказал, что не проблем, что проблема уже эта. Таким образом, значит, что касается барон, проблема, которая возникла в районе. На протяжении двух лет, с 16 по 18 год, проделать не было, которому первый навык в управлении данным помещением, не может быть ни единого документа, который говорил, кто на каком основании передал в 16-м году площадь бара, расположенного в здании библиотеки, и на каком основании там находится, незаконный данный дар. Долгого аренду не заключено. Упущенные доходы местного бюджета 16 по 18 год составляют 86 тысяч. Более того, оплата тепла, вода, электроснабжения, данного частного бара, осуществляется с расслаблением местного бюджета, что классифицируется, как материал, не пущего, и в течение месяца я так не могу получить... Я понял. Скажите, а с отдела культуры есть кто-то? Нет, она не отбирается. Пометьте себе отключить экономического агента, выдать предписание, отключить от электроэнергии. Мы платим за них. Отключить от электроэнергии и обратиться в полицию. Вода и электроэнергии. А Зубенин есть? На суд. На каком основании вода-то? Потребление вода-то? Да, 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 да. Нет, нет. Это не учащая система. Понял. Учащая система. И я попросила, чтобы выглазил и сделал расчеты на дмитрий вода-то. Я понял. Вот что с лицем? Что было? В Бокофелике было первое заседание суда, на котором присутствовала госпожа выявится перед тем, как уехать в Москву. И поскольку это был весь пакет двухсудебных процедов, которые были собраны и есть особо важное распоряжение, и еще одно на рассмотрение судье, это был комплектив к двух сторон. В процессе в Бесинге наложено свидание, выясняется, что в Бесинге не имеет никакой аргументации. при составлении протокола признает заявления факт незаконной эксплуатации бары, факт незаконного вторжения подвального помещения и говорит о том, что ей кто-то что-то обещает, что у нас были в Бесинге и в Бесинге и все это следует просто плачут и благодаря предприятиям судей есть 15 связанных. Значит, судья, попросили выключить данную процессу, попросили пакет документов, который собран процессы, и следующий судебный заседание соединяем на один граждан я понял, так а кто обещал? Я не знаю. У нас есть Геленерман, которая очень хорошо знает, как дали, кто дали, потому что это муниципальная собственность, которые дали отдел культуры для того, чтобы там библиотека работала. И этот экономический агент взял кредиты? Муниципальная собственность смотрит на управляющего, когда они пишут свои заключения и дают свое забро. То есть у нас очень знаете, как не отдел парка парочку? То есть ни одного документа как бы нет. И парка находится? Ну он работает. Ну не два года. Он там находится лет десять. Десять лет. Я прошла, он был болгарским домом и контракт с болгарским домом по шестнадцатый год был заключен. И болгарский дом как бы рассчитался, который говорит по своим домам. И вдруг в шестнадцатом году он передает факт угрызной передачи и откуда это там возникает конфликт. Понимаете, этот вопрос и мне нужен. и мне нужен. Значит, что касается Элитекса. Да. С того момента было вторик заседания судьбового битвоза, на котором судья своей точки зрения просто смеется. И мы все принятие и решения это буквально каждому первому заседанию суда. И вот значит он говорит а вот у вас извинилась педитовская задолженность. Потому что Кофелика заплатила какие-то грубо говоря 33 копейки 23 тысячи из одного миллиона в разы педитовская растет и поэтому изменился содержание судебного риска. Но педитовская сочность риска изменяется ежемесячно. Производится начисление подождите я понял тогда мы должны были написать от юра управления письмо о недоверии суду и он сказал что вынесет все будет тщательное решение юра управления что у нас я посмотрю тщательно проверю этот процесс как идет потому что я не не думал что будет рассматриваться сейчас по поводу что значит вы не думали а вы что думали что мы просто собрались посмотреть глаза друг другу я посмотрел людям в глаза а теперь я вам смотрю в глаза мы можем расторгнуть их на выселение тут их на выселение можно оттуда юра управления да подготавливать бумаги на выселение возможно уже есть на выселение ну возможно но мы не знаем я детали этого дела не решение все таки должны знать о том что там дети там детский сад и там дети и никто на выселение есть не богат потому что это все научно поэтому мы благополучно уже закончим учебный год Николай ходить с первого мая и Ярослав на каждую неделю действительно это специалист наш докладывает была в суде отменили суд сказали прийти то нет этого адвоката то нет этого адвоката мы должны были насколько я помню месяц назад Балан говорил что подаст в этот ну подав да да совершенно верно подали почему сказать совершенно верно там дисклад мы были там когда с комиссией там сидел ученик переписывал все мы были после этого нас не пустили туда вообще вы знаете это странно собственность муниципи я контракт рассловнут в декабре 16-го года и никого не пускали в здание я о чем говорю юроуправление работает или не работает у нас скажите пожалуйста письмо из министерства образования так и не получилось нет мы же писали еще раз еще раз позвите еще раз и напишите повторное что еще у нас я знаю юристов есть вакансии меня интересуются термогаз что с долгами по Молдову газ без апреля у нас 2 миллиона 986 тысяч сейчас получили еще наглядную за апрель на сегодняшний день 3 миллиона 66 тысяч да 66 тысяч а что почему не гасили я я я как-то смотрел я как-то смотрел по телевидению вывели вывели коммунальщиков и вы давали распоряжение по там что был сгаз погасили долг а перед Молдову газ не погасили долг что это напомните мне было принесли почему когда знаю что 3 недели до 5 часов среду среду форум ну после планет ну значит на этой почте сейчас но мы говорили о чем значит вы в конце дня до 5 приносите всю информацию мы делаем реальный график и предоставляем угол газ так мы с вами говорили потому что было до 1 числа на 1 число будут у нас все данные потому что 27 26 числа не было еще бабки значит и сделали период как говорится распределение это месяц прошло ну ну среду какую среду это месяц назад я так понимаю да ну прошлый 16 часов у меня дисциплинарная комиссия я вас тут что приглашаю так пометь пожалуйста люди туда Владимиревску 8 и 10 восклицательных знаков так вероника ментян скажите мне пожалуйста выделение помощи людям есть у нас положение о том что фонд социальных инвестиций закрытый положение создали что у нас вам дали предложение так понимаем понимаем что касается материал помощи международной господин это я уже слышал это было еще в апреле да или когда мне люди задают вопрос и у меня на него нет ответа в Кишиневе вопрос решили в Бельцах не решили меня интересует стадия решения данного вопроса мы не можем принять положение потому что это будет финансировано по защите социальных сетей и они будут конкретно видеть главные предложения выкишли а как если не улететь меня начнут то есть с фондом если не улететь с фондом всем ответить на то что создание людей из всех штрафов о комитении клиента и были заложены в в в в в в в в в а когда это будет примерно мы ждем потому что мы можем обратиться туда к ним еще раз вот у нас люди люди живые люди в Бельцах или они в Бельцах похоронили так мы можем обратиться опять в Кишинев можем обратиться чтобы сказать так и так у нас люди и что в ответе там было написано что в связи с этим был ликвидирован фонд потому что материальная помощь на основании предъявления уже не будет выдана и там разрабатываем проект сейчас они должны утверждать мы должны еще анализировать и представить свои предложения мы долго будем анализировать и представлять нет вы говорите что мы должны анализировать и представлять свои предложения представили предложение когда есть ответ еще раз еще раз обратитесь пожалуйста когда обратитесь сегодня отлично еще есть время сегодня обратитесь так Люда что еще да значит тогда мы собираемся как и собирались по пятницам ничего меняться не будет время дополнительное ну в 11 да в 11 примерно но если что-то будет меняться откорректируем а что в пятницу я знаю что сьмет 21 мая 25 25 мая до 1 июня через последний звонок так вопросы есть ко мне к Сае к Шмульскому есть вопросы отлично если можно я хочу более праздничное настроение на завтра создать всем присутствующим приглашаю всех в 8 утра на святую литру гею которая посещается в нашем дне города поэтому в 8 до 10 у нас в 2 литра 10 15 разложений в 15 маре в 11 часов начинается в 15 день после у нас наше шестное традиционное так называемое парад в 12 часов концерт на площади в Театре Театра Алексея Александре с участием при Ужуновис дальше по программе есть абсолютно те же традиционные мероприятия то есть и национальная выставка работы из зонного волокна и выставка ярмарка и выставка продаж национальных блюд то есть все традиционно делается и поэтому с 2 в 3 4 часа в 5 до 6 вечера все работает на площади как всегда и в 18 00 у нас такой же вечерний концерт только естественно перед Театром Александре с приглашением Корнели и Штекамец поэтому все ждем завтра с праздничным настроением для того чтобы со среды начать таблиц завтра отдыхаем в горяхе вопросы есть к нам кто будет завтра все отдыхают завтра все работают все отдыхают хорошо сейчас еще одну секунду Юрий Николаевич скажите пожалуйста почему ваша служба не печатает квитанции вопрос связан с тем я так говорил на последнем совещании которое проводил Геннадий Леонидович перерасчеты всех групп и населения которые проживают в нашем городе имеют право допуск только один человек и это правильно причем потому что не должны быть ошибки расчета расчет между что расчет который был 6 лей 11 лей 12 лей и так далее вот это смутило потому что мы на 25 этого месяца закрываем тот период который самый сложный был именно марта апреля месяц то есть январь февраля мы прошли легко а вот это было с проблемами осложнений в квитанции будет написано что до до 15 январь разрешали Есть у нас район такой. Последний раз квитанция была в декабре месяце. К сожалению, могу возразить, лично я разносил квитанции за март месяц. Я был там буквально неделю назад. Может кто-то не увидел, но я сам лично разносил. Я сам лично разносил. Ну, значит, еще раз разносил. Снесите тогда, если люди не видят. Ну, так получилось. Хорошо. Почта Молдове хочет, чтобы мы отдали все им, а не отказаться от того, чтобы выполнять частный сектор. А если я отдам все, то получается более 70 тысяч я должен заплатить почтой Молдове. Я не могу это себе позволить. Я лучше сам буду разносить в дабынчик. Ну, вы руководитель, вам виднее, как правильно. Хорошо, всем спасибо. Приступайте к работе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok